Друзья, привет! В этом видео мы исследуем возможности процессора Intel Core i5-8400 и попробуем разобраться, достаточно ли его потенциала для современных игр, в том числе тех, которые оказывают тяжелую нагрузку на процессор. Watch Dogs 2 и мультиплеер Battlefield 1, а также PlayerUnknown's Battleground. В тест на птичьих правах мы включили Black Desert. Потом объясню, почему на птичьих. Всего 4 игры, никаких дополнительных бенчмарков и тестов я не хотел включать, так как речь пойдет все же о реальном использовании. Но я добавлю 3DMark из-за репрезентативности этого теста. Итак, Intel Core i5-8400. Самый доступный шестиядерный процессор восьмого поколения Intel Core. 6 ядер, 6 потоков, никакого гипертрейдинга. Максимальная частота 3,8 ГГц, но в некоторых задачах он будет разгонять одно ядро на 100 МГц выше и еще одно на 200 МГц выше. До 4 ГГц. Заставить сиядр работать на 4 ГГц невозможно. Разгон по шине также невозможен. При выставлении в биосе частоты сверх максимальной лицезреем на экране знаменитую картину Малевича. И попадаем в биос после перезагрузки. То есть проделать с процессором хитрые манипуляции, которые можно было проделать на 6400 не получится. По крайней мере пока. А может быть простому пользователю это даже и не нужно. А что нужно? Нужно, чтобы программы работали и игры шли без лагов и тормозов. Для интереса добавлю в тест Ryzen 5500X, лучший четырехъядерный процессор AMD на сегодня. Процессор поддерживает разгон и дает 8 потоков на 4 ядрах. Могут ли 8 потоков обить 6? Не знаю как вам, а меня этот вопрос перед началом теста интересовал больше всего. Но сначала я должен представить наш тестовый стенд и начну с главного в нем компонента. Те, кто давно подписан наш канал, конечно в курсе, но мне в личку постоянно сыпется вопрос о том, как заставить новый процессор Coffee Lake работать в старых материнских платах на Z170, Z270. Никак, друзья. То, что процессор физически можно ставить сокет материнской платы, не означает, что он совместим. Функции части пинов, которые соединены процессором материнская плата у Coffee Lake изменилась, и для новых процессоров нужны материнские платы с чипсетами Intel 300 серии. Пока доступны только старшие на Z370, но дальше будут и более доступные. Для этого видео компания Gigabyte прислала нам одну из самых крутых материнских плат для Coffee Lake Z370 Aorus Ultra Gaming. Материнская плата поддерживает до 4 полноразмерных модулей оперативной памяти с частотой до 4000 ГГц в два канала. Здесь есть пара слотов M.2, X4 с поддержкой Intel Optane. А вот RAID поддерживается только на SATA, так что сделать сверхскоростной RAID массив из пары M.2 SSD не получится. Портов SATA 6, слоты в PCI, три полноразмерных X16, три коротких X1. Про линии PCI у нас был отдельный сюжет с объяснением, чем отличаются линии PCI материнки от линии PCI процессора. Кто интересуется, посмотрите. Пока же кратко резюмирую главное. К процессорным линиям подключаются видеокарты. И у всех массовых процессоров Intel уже довольно давно количество линий X16, и оно не меняется. На сегодня этого достаточно для полноценной работы одной топовой видеокарты. Чипсет Intel Z370 дает еще 24 линии PCI для ваших накопителей, звуковых карт и так далее. Быстрому SSD в формате PCI карты или M.2 требуется до 4 линий PCI. В звуковой карте даже одной линии хватает с избытком. Есть USB 3.1 типа A и C. Есть поддержка Thunderbolt. Неплохой встроенный звук с поддержкой 5.1 и 7.1. Гигабитный Ethernet для подключения шнурком. А вот предустановленного модуля Wi-Fi нету. По некоторым данным дальше Wi-Fi будет встраивать в чипсеты. Можно ли объяснить его отсутствие тем, что Gigabyte готовится к будущему? Ну не знаю. Ну и конечно высококачественный набор комплектующих. Куча защит, внушающие виды радиаторы на всех горячих компонентах, усиление на слотах для оперативной памяти и двух слотах PCI и красивости. Сама плата имеет встроенную RGB подсветку, то есть свет можно подстраивать и менять. Есть возможность подключения светодиодных лент. Задняя панель прикрыта пластиковым кожухом. Ну и вообще дизайн тут явно был не на последнем месте. Что мне не понравилось, на плате не нашлось места для такой банальности, как кнопка включения. Учитывая класс материнской платы, могли бы и сделать. Тем и хороши крутые материнские платы, на них есть куча всего того, чем пользуешься не так часто. Но оно есть и порой выручает. Особенно нас с нашими тестами. А та же кнопка включения, ну копеечная же вещь. Могли бы и включить? Конечно, с такой материнской платой нужно брать один из старших процессоров с возможностью разгона i5-8600K или i7-8700K. Если вы собираете компьютер, а не тестовый стенд из нее устроили, как мы, то в случае необходимости вы легко сможете их разогнать. Ну а поскольку у нас сегодня тест 8400, который мне тестируют больше не на чем, дешевых материнских плат пока нет, возможности разгона я продемонстрирую на примере i7-8700K. Собственно, весь разгон сводится к изменению одного единственного параметра. Upgrade CPU. Выбираем профиль 5 гигагерц и все, можно работать, можно играть. Так как на тестах у нас бывает самое разное железо, а блок питания для всех один, мы заменили старый киловаттник новым Seasonic Prime Platinum на 1200 Вт. На результаты в бенчмарках и играх это никак не влияет, просто хочется похвастаться хорошей и мощной вещью, которую, думаю, еще не раз нас выручат. Видеокарта GTX 1080 Ti с хорошим разгоном. В моменты пиковой нагрузки ее частота достигает 2025 мГц. Геймплей захватываем с помощью новой редакции внешней карты захвата Avermedia LGP2+, поддерживающей работу в 4К. Так что влияния на фреймрейт из захвата экрана не будет. Память у нас ADATA XPG с красивой подсветкой и радиаторами, но сами модули имеют частоту всего 2400 МГц. Впрочем, мне удалось элементарно разогнать до 2666 МГц, просто повысив частоту, а также снизить тайминги и поставить 14141437. И все это без повышения напряжения. Взять 2800 уже не могу. И от ограничения конкретных модулей с 8400 я тестировал другую память, и она вполне может работать на частоте 3200 МГц. Но я так думаю, если у вас есть деньги на дорогую оперативную память, вряд ли вы будете брать самый младший процесс. Скорее всего, вложите эти деньги в апгрейт CPU, а не памяти. Так что сценарий использования плашек 2666 МГц связки с i5-8400 или Ryzen 5500X мне кажется вполне реалистичным для большинства покупателей этих процессоров. Все тесты будем проводить на этой частоте. Объем 16 ГБ двумя плашками. На самом деле разгон стал гораздо проще, чем когда-либо. Все практически применимые частоты можно получить с помощью изменения всего одного параметра. Что с памятью, что с CPU. Ну а все, что выше, это уже, как правило, экстремальный разгон. И он не дает такой ощутимой прибавки производительности. А энергия ждет больше. И греется сильнее. Но можно и даже нужно снизить напряжение CPU, установленное автоматикой. Материнка его изменяет с учетом того, что все процессоры разные. И повышает запасом. Можно снизить нагрев, снизив напряжение. Но нужно следить за тем, чтобы система оставалась стабильной. Как правило, процентов до 10 от напряжения, которое выставлено, можно скинуть спокойно. Ну что, давайте сравним производитель процессов 3DMark FireStrike и Time Spy. Продолжим с игрой, которую многие просили включить в тестовый пакет для CPU Black Desert. Игра оказалась не очень требовательной к ресурсам процессора. V-Sync для нее разблокировал в панели NVIDIA. В самой игре этой настройки почему-то не оказалось. Но дальше выяснилось, что у нее есть еще и FPS Log. Поэтому для сравнения эта игра точно не подходит. Разве что если сравнивать Athlon с Pentium. И то я не уверен, что все упрется именно в процессор, а не в видеокарту. Но данные с 8400 и 1080 Ti я снял. На очень высоких настройках 4К я получил от 60 до 86 кадров в секунду. В Quad HD от 111 до 142 кадров в секунду. В Full HD 127-152 кадров в секунду. При снижении настроек упираемся в FPS Log в районе 200 кадров в секунду. Мне очень интересно было посмотреть как покажет себя 8400 Watch Dogs 2. И как я и предполагал, в Full HD на ультра настройках процессор не успевает нагружать топовую видеокарту. И фреймрейт скачет от 59 до 86 кадров в секунду. В Quad HD процессоры видеокарты по очереди загружены почти на 100%. И мы получаем до 76 кадров в секунду на том же участке. И лишь 4К. На ультра настройках производительная система стабильно упирается в видеокарту, а не в процессор. И мы имеем от 31 до 54 кадров в секунду. Играть в любом случае можно 60 FPS на ультра, Full HD и Quad HD. Но кто же быстрее, Ryzen или i5? Здесь во всех сравнениях далее скидываем настройки на минимум, чтобы по максимуму нагрузить процессор и ничего не упиралось в видеокарту. i5 быстрее, чем Ryzen на его оптимальных настройках на треть. Процент редких событий на отметке 1% показывает нам более высокую частоту кадров именно на i5, что косвенно говорит нам о том, что если фрезы и будут, то их будет меньше. В общем, играть можно на обоих процессорах, но на интере получается комфортнее. В Battlefield 1 также можно играть во всех разрешениях вплоть до 4К. И знаете, играть на ультрах вполне комфортно, даже в сетевой игре. В 4К средний фреймрей держится в районе 90 кадров в секунду, в Quad HD 140 кадров в секунду, а в Full HD до 160 кадров в секунду в зависимости от карты и количества игроков. Для сравнения CPU мы выбрали одну из самых тяжелых карт – Бальный Блиц. Здесь очень напряженный бой. И здесь даже на низких настройках фреймрейт ниже, чем на некоторых других картах на ультрах. На i5 в среднем 130 кадров в секунду, на райзене 92. При этом в редких случаях получаем 37 FPS, а в очень редких случаях 13 FPS. Но райзену не легче. 18 FPS в редких случаях и 11 FPS в очень редких случаях. В PlayerUnknown's Battleground я первым делом проверил стриминг на YouTube через OBS. В H264 Full HD на ультрах. И в 8400, как оказалось, годится для этой задачи. Играем с высоким фреймрейтом. Также можно играть и в Quad HD, и в 4K. Также на максимальных настройках. Но процессора сравним на низких настройках. 8400 выдает 128 кадров в секунду в среднем, а райзен 5 – 101 кадров в секунду в среднем. В редких и очень редких случаях разница между этими процессорами пропорциональная. Ну что, друзья, i5-8400 оказался на редкость удачным процессором, который действительно способен тянуть даже самые процессорозависимые игры из современных. Возможности разгона он не имеет, если такие ситуации, где его не хватает. Они возможны, но лишь когда происходит слишком много всего одновременно в сетевом бою. В реальных игровых ситуациях производительная система будет все же упираться в видеокарту. Которая в паре с этим процессором, скорее всего, будет максимум 1070, а не 1080i. Надеюсь, видео было полезным. До новых встреч, друзья. Пока. Субтитры подогнал «Симон»